Алматинская область, Сарканский район, город Саркан, школа-гимназия номер один, учитель начальных классов Андреева Ирина Анатольевна. Литературное чтение, второй класс, первая четверть, двадцатый урок. Здравствуй, мой юный друг. Я рада встрече с тобой. Чтобы у нас у всех сегодня на уроке было хорошее настроение, давай подарим друг другу улыбки. Улыбка ничего не стоит, но много дает. Она обогащает тех, кто ее получает, не обедняя при этом тех, кто ее одаривает. Она длится мгновение, а в памяти остается порой навсегда. Она создает счастье в доме, порождает атмосферу доброжелательности в деловых взаимоотношениях и служит паролем для друзей. Подарите друг другу улыбку. Улыбайтесь, и вам будут улыбаться в ответ. Раздел, который мы изучаем на уроке литературного чтения, называется «Моя семья и друзья». А вот какой будет тема урока, ты узнаешь чуть позже, выполнив следующее упражнение. Ну что, ты готов продолжить предложение? Поставь видео на паузу и поработай самостоятельно. А теперь давай проверим, что у тебя получилось. Друг – это тот, кто... Молодец! Конечно, всегда рядом. Лучший друг – это тот, кто... Ну, конечно, поможет в трудной ситуации. Я переживаю, когда мой друг... Да, болеет. И мне приятно, когда мой друг что... Всегда помнит обо мне. Молодец! Ты справился с заданием. О ком идет речь в предложениях? Ну, конечно, ты догадался. О друге. И сегодня тема нашего уродка – Борис Захадер «Мы друзья. Как сохранить дружбу?» На уроке ты узнаешь, какие бывают стихи. И что главным является в стихотворении. Борис Владимирович Захадер – детский писатель. Родился он в семье юриста. С детства увлекался биологией. Но его любовь к литературе все-таки взяла вверх. Взрослые дети знают и любят творчество веселого и доброго человека. Всем известны его произведения «Вредный кот», «Муха-чистюха», «Перемена», «На задней парте», «Моя вообразили». А сегодня вы познакомитесь с его произведением «Мы друзья». Ты можешь прослушать это стихотворение или ознакомиться самостоятельно. Для этого, дорогой мой юный друг, открою учебник на странице 58 и прочитать стихотворение Бориса Захадера. Борис Захадер «Мои друзья». С виду мы не очень схожи. Петька толстый, я худой. Не похожи мы, а все же нас не разольешь водой. Дело в том, что он и я – закадычные друзья. Все мы делаем вдвоем, даже вместе отстаем. Дружба дружбою, однако, и у нас случилась драка. Был, конечно, важный повод, очень важный повод был. Помнишь, Петя? Что-то Вова позабыл, и я забыл. Ну, неважно, дрались честно, как положено друзьям. Я как стукнул, я как треснул, он как даст, а я как дам. Скоро в ход пошли портфели, книжки в воздух полетели. Словом, скромничать не буду, драка вышла хоть куда. Только смотрим, что за чудо. С нас ручьем бежит вода. Это Вовкина сестра облила нас из ведра. С нас вода ручьями льется, она еще смеется. Вы действительно друзья, вас водой разлить нельзя. Прослушав произведение и прочитав его, Как ты думаешь, почему поссорились друзья? А кто помог помириться мальчикам? Главное, что хотел сказать автор в этом стихотворении? Значит, в главном стихотворении это что? Конечно, дружба. А что означает выражение не разлить водой? Как ты его понимаешь? Ты умничка. Водой не разольешь означает, что очень дружные. Все время вместе. Всегда друг друга поддерживают. Друг за друга стоят горой. То же самое, что крепкая дружба. Или если выразить другими словами, то друзья навеки. А у тебя есть твой лучший друг? Как ты думаешь, что такое дружба? А теперь попробуй подобрать ассоциации к слову «дружба». Поработай сам. Поставь видео на паузу. Молодец, ты справился с заданием. А какое качество больше всего мы ценим в друзьях? Верно. Какой же ты молодец. Но, конечно, это честность. Ведь честность является одним из важнейших требований нравственности. Она основана на соблюдении общественных норм и является основой доверия людей к друг другу. Мы должны быть честными с друзьями, с родителями, в школе с преподавателями, в магазине при приобретении покупок, в обществе при заключении сделок, при подписании договора. Только в обществе, где каждый будет ценить это качество и вырабатывать в себе, будет доверие и уверенность в будущем. Ведь мы – потомки честной страны. К какому виду жанров относятся произведения Бориса Захадер «Мы друзья»? Молодец. Стихотворение. А какие бывают стихи? Верно. Молодец. Стихи бывают разные. Свободные стихи. Это в которых нет рифмы. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано. По лазури весело играя, но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит. Задумался глубоко. И тихонько плачет он в пустыне. А также есть стихи алфавитные, где каждая строфа начинается с новой буквы, а все вместе они построены в алфавитном порядке. Но в любом стихотворении, какого бы вида оно не было, главным остается все-таки его смысл. А какой смысл стихотворения Бориса Захадер? Молодец. Умничка. Ну, конечно, дружба. Перед тобой сказочный персонаж. Кто это? Да, молодец. Это кот Леопольд. К чему стремился всегда кот Леопольд? Молодец. К дружбе. Призывал ребят он каким девизом? Молодец. Ребята, давайте жить дружно. А ты знаешь правила дружбы? Сейчас тебе предоставляется работа по составлению правил дружбы. Открой тетрадку на странице 32 и выполни задание третье. Мой юный друг, я думаю, что задание по составлению правил не вызвало у тебя затруднений. Давай попробуем сверить, какие ты составил правила. быть честным и справедливым, всегда признавать правоту другого, учитывать интересы каждого, ставить себя на место другого, отстаивать свое мнение тактично. И если вдруг у тебя есть другие правила для того, чтобы дружба была крепкой, это не беда, это наоборот хорошо. Ты молодец и умничка. Мой юный друг, как не жаль расставаться, но наш урок подошел к концу. А сейчас поставь видео на паузу и проверь себя. Ну что, мой юный друг, я думаю, что со всеми заданиями и вопросами ты справился успешно. А теперь ты можешь подсчитать баллы и выставить себе формативную оценку. Формативная оценка будет соответствовать тому, сколько баллов ты набрал. Сегодня на уроке ты узнал, какие бывают стихи. Какие бывают стихи? Молодец! Они бывают свободные и алфавитные. А также ты узнал, что главное стихотворение. Что главное в стихотворении Бориса Захадера? Верно! Молодец! Это дружба. Домашнее задание. Составь, пожалуйста, сингвейм на следующие темы. Друг. Дружба. Честность. Стихотворение. Ты можешь выбрать любое из этих слов. А теперь давай вспомним правило составления сингвейна. Сингвейн состоит из пяти строк. Первая строка. Это имя существительное, которое отвечает на вопрос «Кто?» или «Что?». Вторая строчка. Это два прилагательных, которые отвечают на вопросы «Какая?», «Какой?», «Какие?». Третья строка. Это три глагола, которые отвечают на вопрос «Что делает?», «Что сделает?», «Что буду делать?». Четвёртая строка. Это предложение из четырёх слов. Пятая строка. Это синоним к имени существительному, которое записано на первой строке. Желаю тебе удачи и жду на следующий урок. До свидания. До новых встреч, мой юный друг. Желаю тебе успехов и удачи. Продолжение следует...